Совсем скоро прозвенит первый звонок. В образовательных учреждениях завершается подготовка к новому учебному году. О том, что было сделано в школах и детских садах, смотрите в первом материале выпуска. Образование – самая крупная социальная отрасль нашего района. 36 общеобразовательных школ, 38 детских садов, 3 центра дополнительного образования, 5 спортивных школ. Сегодня в районе 15 тысяч школьников и 5 тысяч воспитанников детских садов. Именно эта отрасль остается основной статьей социальных расходов. И все усилия власти направлены на повышение качества образования и воспитания, создание лучших условий для обучения детей и работы учителей. В рамках государственной программы Краснодарского края развития образования нашему муниципалитету удалось привлечь более 212 миллионов рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Были проведены капитальные и косметические ремонты в школах и детских садах. Проведены большие ремонтные работы в самой школе. Я имею в виду, где-то ремонт класса прошел, где-то текущие, где-то даже капитальные. Ну и, конечно, самая главная работа – это работы, которые прошли на территории школы. Сюда входили беговые дорожки и обустройство баскетбольной площадки. Ну и, конечно, это замена мягкой кровли и замена кровли на основном здании. Это огромная работа, они такие и затратные. Конечно, без помощи муниципалитета – это даже нереально говорить, что школа что-то могла сделать подобное. У нас проведен капитальный ремонт помещения младшей группы, заменено половое покрытие. Капитальный ремонт системы водоснабжения, а также и канализационной системы. Возведен новый красивый теневой навес для воспитанников средней группы. И что очень радует, на территории всего детского сада уложено новое асфальтовое покрытие. Теперь ребятишки могут с удовольствием кататься на велосипедах и самокатах. Коллектив сотрудников детского сада, воспитанники и их родители выражают огромную благодарность администрации Славянского района. Большие объемы ремонтных работ были проведены в детском садике номер 14. Там также была заасфальтирована вся территория дошкольного учреждения, проведена замена сантехники. В пищеблок приобретено новое оборудование. Наш детский сад был длительно закрыт на ремонт. Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Проведен ремонт в средней группе, приобретен тестомес и холодильник. А самое главное, произведено асфальтирование территории детского сада. Подходов к группам, верандам и дорожек для деток. Детям сейчас безопасно играть в игры подвижные, кататься на самокатах, велосипедах, бегать, играть. Большие финансово-затратные объемы работ были проведены в 11-й школе хутора Маевского. Здесь было обновлено покрытие на спортивной площадке. Завершается ремонт кабинета, где будет размещаться центр цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». С 1 сентября такие центры откроются в шести сельских школах района. В этом учебном году мы центр «Точка роста». И поэтому все наши усилия были направлены на то, чтобы подготовить помещение, для того, чтобы дети смогли полноценно заниматься. Из муниципального бюджета нам выделили деньги на новую мебель, на брендирование. А подготовить помещение уже было нашей заботой. Кроме этого, с 1 сентября во всех школах Славянского района будут открыты центры детских инициатив. Мы не исключение и тоже подготовили для этого помещение, где дети смогут заниматься, где дети смогут проявлять свои инициативы, активность. Это будет своего рода центр детского самоуправления. Все ремонтные работы будут завершены к новому учебному году. 1 сентября дети придут в красивые и комфортные образовательные учреждения. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...